И почему ты еще не на стримах L.E. Play? Россия 23. Игра в мафию. На календаре пятница. Сегодня миллионы людей расслабятся при помощи горячительных напитков. А кто-то даже напьется до чертиков. А значит у Владимира сегодня будут гости. Парень всерьез готовится к вечеринке. Традиционно на столе к пятничному застолью. Располагаются легкие закуски. Напитки покрепче. Слова покороче. Иди нахуй. В воздухе повисло напряжение. Самое время спрогнозировать будущую атмосферу вечера. А значит мы переходим к рубрике прогноз погоды в комнатах лысеющих, плохо пахнущих людей. Я передаю слово ведущему... Ой, подождите, а я вас кажется где-то видел. Может быть на ТНТ? Может быть. Тут бы шутку, да? Жалко, после телевидения шутки не получаются. Шутки не получаются, но все смешно. Сегодня в центральной части квартиры ожидаются резкие перепады от 5 до 40 градусов. Из-за чего в отдельных районах возможны повышенные обоссадки и гастритные бури. Местами есть вероятность кальянной облачности и утренней засухи. В Владимирской области по-прежнему не устранены последствия лесного пожара. Обстановка стабильная, преимущественно без волосадков. Хотя представители Турции планируют провести озеленение пустыни. Атмосферное давление гуся стабильное, ведь Владимир в квартире не один. Однако есть вероятность... Ебан, завали с вами, сука. Заворачивай, нахуй. Что такое? Сейчас люди придут, хуй, это зеленый... Это Владимир, создатель самых пафосных тусовок. Блин, я так пиццу хочу давно и никак ее не покупаю. Но сегодня у меня будут домашние фаршированные перчики. У меня девушка приготовила. Ммм, да-да. В квартирах без ремонта. По словам парня, самое... Когда пойдем смотреть фильм, я себе возьму пойду. Там-дам. Важное в крутых вечеринках, это уникальность каждого события. На счету организатора такие неповторимые тусовки. Гопотом с кибиди туалета, да, сейчас посмотрим и на них и закончим. Как игра в Соньку толпой. День плейстейшена и пива. Консольный рейв. И легендарный фестиваль совместного Sony PlayStation'а. Со Сонька 2022. А также выездная версия фестиваля «Ночная Сосонька у Димона 2023». Какая нахуй, блядь, Сосонька. Сосонька, это ты, нахуй, с оператором. Владимир приступил к организации вечера. Он считает, что самое важное – это создать для вечеринки максимально позитивную атмосферу. Я думал, микрофон у задницы. Кошачий поменять, это воняет с аниной пи***ц. По словам организаторов, в домашней тусовке обязательно должна быть нормальная поляна. Как говорит сам Владимир, в подготовке стола нужно действовать максимально аперитивно. Это что, аперитивщики? Мы пока все едут. Сегодня меню Владимира очень разнообразно и наполнено различными кулинарными шедеврами. Наша съемочная группа с радостью готова провести дегустацию. Тегустацию, нахуй. Ты, блядь, скидывался, культяпки свои тянешь, блядь. Для того, чтобы провести дегустацию, наша редакция решила выделить на финансирование банкета круглую сумму. Четыре с половиной сотки, блядь, круглая сумма, нахуй. Ради участия в вечеринке Владимира наша съемочная группа понесла серьезные убытки, а значит, необходимо их восполнить. Владимир, расскажите, а какое ваше любимое приложение для покупки авто? Разговорите, нахуй, покупки авто. Ибо вас сверком изъебешь, нахуй, иди, он с котами поснимает. Владимир тщательно скрывает свое любимое приложение для покупки автомобилей. Однако, внимательно изучив его биографию, мы обнаружили правду. Все это время оно было тайно зашифровано в анаграмме. Приложение «Дром» было выбрано Владимиром не случайно, ведь там более 500 тысяч реальных объявлений и самые подробные отчеты об истории. Как говорит сам Владимир за машиной, иди на «Дром» по ссылке в описании. И мне с этого 450 рублей досталось, да? Ну, круглая сумма. Круглая сумма, блядь. Сколько ты нахуй там получаешь за нее, блядь? Так как наша съемочная группа стала акционером застолья Владимира, мы решили проконтролировать, на что именно пошли вложенные деньги. Как нам удалось выяснить, Владимир не чист на руку. Из трех пицц, купленных на общие деньги, организатор отложил одну для себя. Внимательно изучив ее, нам удалось выяснить, это 500 грамм чистейшей пепперони. Таким образом, парень произвел сам себе откат. Для того, чтобы убедиться в этом наверняка, мы решили снять образцы отпечатков пальцев с коробки с украденной пиццей. Изучив базу данных, мы обнаружили, отпечатки с коробки полностью совпадают с отпечатками пальцев Владимира, а также с отпечатками пальцев его девушки. А значит, это настоящая группировка, так называемые Теребони и Клайд. Что они будут делать дальше? Что? Что нахуй, сука, Теребони и Клайд. Мы скидывали все на эту пиццу, почему она здесь? Владимир недоволен, а значит, мы раскрыли его план. Да, ебанутая, она просто на стол не влезла. И да, блядь, все уйдут, нахуй, я возьму и в одну ебану заточу эту пепперони. И че? Когда все уйдут, Владимир будет точить свою пепперони. Это неудивительно, ведь у парня давно нет девушки. Что, сука? И вот подготовка завершена. Вечеринки Владимира максимально закрытые, поэтому попасть на них практически невозможно. Это домофон сломанный, просто дверь откроешь, зайдешь и все. На, по тебе квартира. Давай. Начинают приходить первые гости. Владимир подготовил уникальную развлекательную программу для каждого. Для первого участника тусовки организатор сразу провел неповторимый перформанс. Перейди в чуку? А, перейди, пока все тупят. И вот дан старт вечеринки Владимира, а профессиональный организатор находит особый подход к своим гостям, проводя индивидуальную встречу для каждого. Здорово всем. Привет. Привет, привет. Здорово. Че, раскидывайтесь в коридоре, заходите. Дождавшись всех участников вечеринки, ребята наконец собрались за столом. Нихуя себе пожилое застолье. За организаторский талант Владимира гости переполнены благодарностью. Я, ребят, ты идти просил тебя темного взять, Володь. В середине. Да сейчас все равно на газ пойдем. После небольшого общения Владимир решает приступить к развлекательной программе. Давайте в мафию. Не воню, блядь. Сука, крышка отлетела. Мафия, мафия. Ну давай. Мафия – это психологическая настольная игра с ролевым сюжетом, популярная во всем мире. Владимир, как профессиональный организатор, создает атмосферу, максимально копирующую, настоящую мафиозную сходку в Чикаго 50-х годов. Ох, вместо карточек бумажки будут. И мне это 30? Да ладно. У кого М написано, тот и мафия. Владимир настолько подробно объяснил правила каждому, что компания сразу приступила к игре. А если я М это не разъяснил, мафия? С Эдиком. Блядь, давайте заново, нахуй. Димон, блядь, для кого объяснял? Раздав карточки заново, Владимир приступил к проведению первой игры. Парень – профессиональный ведущий, поэтому с легкостью скрывает роли участников. Просыпается проститутка. Проститутка, блядь, псатоя, нахуй. Ночь знакомства завершилась, город проснулся и приступил к обсуждению своих подозрений. Задача участников – выяснить, кто мафия. Владимир, как профессиональный ведущий, досконально выслушивает мнение каждого. Игра по-настоящему втянула ребят в психологическую битву. Владимир до самого конца первой партии максимально старался контролировать соблюдение правил. Так, Антон у нас выбывает, и вы убили мафию. О, шикарно. А это значит что? Значит, мирные победили. Мы победили, а я, блядь. А, блядь, ты же тоже нахуй мафия. Да, блядь. Блядь, ну как-то тупая хуйня будет. Ну, да похуй, давай этот, пересдадим. Очередная партия в мафию стартовала. На этот раз Владимир выступает в роли участника. Снова наступает ночь знакомств, и город засыпает. Парень – профессиональный игрок, поэтому действует максимально собрано и хладнокровно. Пока город спит, Владимир демонстрирует невероятную собранность, ведь он чувствует себя максимально привычно, засыпая рядом с Дмитрием во время ролевых игр. Несмотря на то, что в этой игре Владимиру досталась роль мафии, в процессе обсуждения перед голосованием… Смешно и в этом выпуске шутки, да? …профессионально выдавливает конкурентов своей бешеной харизмой. Мазывается специально. Вообще не слушайте его. Вообще не слушайте. У меня есть какая-то аргументация. Какая? Я ее не привыкну. Какая? Она имеет. В первом кругу Владимир выжил. Он такой, чем еще похавать? В очередной раз применил свою любимую годами отточенную тактику. Пока все спят, тайно руками натворил грязных дел. Куча на этом, блядя. Город проснулся и снова приступил к поиску мафии. Для того, чтобы победить соперников, Владимир использует нерушимые аргументы и специальные психологические приемы. Когда мафия, блядь, проснулась, Паша шелестел там, блядь, крышечками там, блядь, своими бумажками. Паша по-любому мафия. Несмотря на гениальную тактику Владимира, мирные жители раскусили его. Парень достойно принял поражение. Там, блядь, я мафия, идите нахуй. Что это я власть? После победы мирных жителей было принято решение сделать следующий круг особенным. Для этого ребята пригласили провести игру настоящего профессионального ведущего с ТНТ. Иди ты нахуй, ведущий, блядь, из ТНТ. Город засыпает. Заснувший город даже не подозревает, что на этот раз среди типичных мафии, проститутки и мирных жителей в игре присутствует настоящий черт. Ведь несмотря на то, что закуски на столе закончились, кое-кто не хочет принести пиццу, купленную на общие деньги, которую он спрятал на кухне. Вячеслав пошел пересчитывать бутылки с пивом по чекам специально для России 23. Ну, классный выпуск.